Маги управляют стихиями, водой, землей, огнем, воздухом. Аватар поддерживает баланс в мире. Особенно осваивают все стихии. Умирает Аватар, рождается новый. Цикл перерождений. Начало, южный храм воздуха, юный маг воздуха, Аанг. Беззаботный парень, освоивший магию воздуха. Но важности от Гьяццо. Ты волшебник, Гарри. Аанг, новый Аватар. Сильное давление на ребенка, поэтому Аанг обращается к его бизону Аппя и улетает. Четыре народа в гармонии, но все меняется при атаке народа огня. Дыка огня Созин начинает войну, пока новый Аватар еще ребенок. Знает, что новый Аватар маг воздуха и собирается уничтожить воздушный народ. Так вот, народ огня атакует воздушных кочевников. О, да, большая схватка магии стихий. Сегодня вечером комета, усиливающая огненную магию. И тогда огненный лорд Созин делает свое дело, уничтожая всех магов воздуха. Кроме того, кого он ищет. Аанг заблудился в шторме и его затопило волной. Но его силы Аватара включаются, и он спасает себя, замерзнув в глыбе льда. Теперь давайте переместимся на далекий юг, в небольшую деревню южного племени воды. Здесь мы знакомимся с Катарой, магом воды, и ее саркастичным братом Соккой. Они обнаруживают айсберг Аанга, и их присутствие помогает ему освободиться. О, привет, что я пропустил. Но у бабушки для него не очень хорошие новости. Ты пропустил многое, мальчик. Ты был заморожен сто лет, и ты последний маг воздуха. Да, война шла почти столетие, и народ огня практически победил. На самом деле, рядом корабль огненной нации под командой принца Зуко, который специально искал Аватара. Зуко вспыльчивый, но дядя Ира спокойнее. У Зуко проблемы со спокойствием. Изгнали его, и поимка Аватара — единственный путь вернуть честь. Отец Соки поручил защиту деревни, вызывает Зуко на поединок, получает тумаков. Для защиты деревни Аанг сдается. Сдался без звука, но Катара и Сока идут спасти Аанга. Они ловят попутку на Аппи. Цок-цок. С помощью воздушной магии Аанг освобождается, и все уходят. Везут Аанга домой в Южный Храм Воздуха, где подтверждается — все друзья мертвы. Аанг реально злит. Запускается состояние Аватара, есть суперусиление, подключается полная мощь Аватара. Но Аанг еще не умеет контролировать, поэтому опасно для окружающих. Аанг очень виноват за свое отсутствие здесь в течение последних ста лет, но Аватар вернулся и готов спасти мир. Так что команда Аватара отбывает на Аппе и набирает нового милого животного спутника — крылатого лемура Момо. Сначала Аангу нужно учиться быть Аватаром, поэтому он посещает святилище прошлого Аватара — Киоши. Святилище охраняют воины Киоши, но когда они видят, что Аанг — это Аватар, они решают, что с ним все в порядке. Ими руководит Цуки, она мастер-воин, мастер Вейра. Она дает Цоке урок боевых искусств, и, о боже, эти двое флиртуют. И Аанг общается со своим прошлым «я» и встречает Аватара Киоши. Чтобы спасти мир, вы должны быть самым сильным воином, и вы можете сделать это, овладев всеми четырьмя стихиями. Катаре никогда не приходилось обучаться магии воды. Народ огня убил всех магов воды в ее деревне. Но ее прабабушка запаковала ей цветок водной магии, так что каждый раз, проходя мимо воды, она останавливается потренироваться. Аанг должен учить водную магию, но этот сезон он отказывается. Тем временем Зука пытается найти Аватар. Он должен засекретить это от нации огня, ему предназначено поймать его. Но командир Джао видит подозрительное поведение Зука и находит Аанга первым. Он приехал в деревню Киоши, спрашивая, «Аватар здесь?» Таким образом, Суки и Сока защищают деревню, показывая, что и без магии можно сражаться. Киоши говорит, «Аанг, дай показать, как это делается. Поскольку ты рядом с моим храмом, я могу немного тобой завладеть». И бух. Аанг врывается, проявляя дух Киоши, показывая себе мощь настоящего Аватара. Таким образом, день спасен. Суки и Сока начали обниматься. Для Аанга у Киоши есть предупреждение. Северное племя воды будет атаковано. У команды есть миссия. Они собираются лететь на север, но это далеко. Они должны сделать несколько остановок. Первое. В городе земного королевства Амашу. Он крепко держится, не пускает огненных воинов внутрь, но огненные шпионы уже внутри. С дружественным изобретателем, работающим на короля Амашу, ребята подружились. Аанг говорит, «Эй, я Аватар, вместе выкурим этих шпионов». Аанг проводит время с сыном механика. Сока тем временем помогает с боевым воздушным шаром. Сока – хороший инженер. Механик сотрудничает с огненными, и за ним следит еще кто-то. Это симпатичный паренек. Его зовут Джет. Борец за свободу сражается с огненными вместе со своей бандой. «Эй, девчонка, тебе это понравится. У меня план наказать механика, взорвав его у короля. Но ведь взрыв убьет невинных». Но Джетта это не волнует. Катара должна его остановить. Джет – придурок, и они с Катарой поссорились. Механик-то не такой уж плохой. Механика заставили помочь огненным, угрожая его сыну. Теперь Амашу стало больше огненных. «Мы в тылу врага, без огненной магии». Зука не послушал дядю и сжег телегу. «Капуста моя». Поэтому, когда пришли охранники, Ира взял всю вину, чтобы Зука смог убежать. Но Аанга тоже арестовали за беспорядки. Аангу представили короля Амашу, сумасшедшего старика с юмором. Он напоминает Аанга его друга, Буми, с которым он дружил сто лет назад в Амашу. Да, это он. Он очень стар. Буми немного обижен, что пережил Столетнюю войну, пока Аанг просто отдыхал во льду. Он хочет наглядно показать Аангу значение ответственности, сражаясь до смерти. Катара и Сока пришли, чтобы спасти Аанга. Не встречают хиппи-музыкантов, которые рассказывают им о секретном тоннеле во дворец, исполняя знаменитую песню о секретном тоннеле. Но в секретном тоннеле полно опасностей. Их нападают гигантские кроты-барсуки. Однако, оказывается, что кроты-барсуки любят хорошие вибрации. И пока вы любите друг друга, они будут спокойны. Итак, Буми и Аанг начинают сражение. Буми стар, но он мастер земли. Он сбрасывает два валуна, чтобы раздавить их обоих, преподать Аангу урок войны, нужно принимать решение. Но друзья Аанга врываются, так Аанг учит другой урок. Если есть друзья, все будет в порядке. Дядю Айро переводят в тюрьму. Раньше он был добрым стариком, он был генералом народа огня, осадившим столицу Ба Сингсе. Там много людей погибло. Зука спасает дядю, но Айро не убивает охранника. Он видел достаточно смертей. В осаде погиб сын Айро. Он узнал истинную цену войны. Трогательный момент, когда принц Зука утешает дядю, и они начинают играть песню. Листья с виноградной лозы все плачут. Команда Аватара приходит в выжженный лес, духи вне себя. Аватар, связующее звено между духами, он пытается помочь. Мир духов классное и страшное место. Некоторые духи милы, другие нет, как Ко, вор ужаса. Ко захватывает Катару и Соку, представив им кошмар смерти их матери. Аанг сбегает и встречает монаха Гьяццо в мире духов. Проще говоря, Ко реальная угроза. Единственный, кто бил его, Аватар Року. Аанг летит отдаленно к святилищу Року. Веселый, дружелюбный Аватар. Он как? Да, братан, я понимаю. Я украл у Ко этот тотем. Можно обменять его на друзей. Тем временем, охота Зука за Аватаром стала проблемой, так как Джао стал адмиралом и контролирует все Аватар дела. Да, встречаем отца Зука Азая. Он плохой отец. Ему все равно на изгнание Зука. У него есть запасной ребинок, сестра Зука Азула. У Азулы по натуре кровь убийцы. Она вундеркинд магии огня. Но Азай тоже жесток с ней. Не важно, что она делает, он не впечатлен. Так что Азула применяет технику молнии. Ох, она вроде папа завершила тренировки. Позволь мне показать себя на войне. Азаю это нужно узнать. Если Зука хочет захватить Аватара, нужна помощь. Он нанимает охотницу за головами Джун, управляющую землеройкой, она очень хороша. Зука не может долго удержать Аанга. Чжао претендует на него, оставляя Зука без чести. Ау запирает Аана в крепости. Но кто теперь придет спасти его? Это таинственный голубой дух. Голубому духу удается освободить Аанга. В большой битве пытаются бежать. Ага. Чжао есть отряд мастеров-лучников. Вырубает синего духа. Теперь Аанг видит, кто за маской. Принц Зуко. Аанг такой, спасибо за спасение. Но Зука не перешел на другую сторону. Зука должен захватить Аватара сам. Мы имеем дело с Шрамом Зуко. Когда он был ребенком, Зука был приятным парнем. Закончилась эра доброго Зука, когда отец решил закалить его дух. Отец вызывает Зука на огни Кай, огненный поединок. Зука не смог заставить себя напасть на отца. Азай воспринимает сострадание как слабость, дал Зука шрам. Зука был изгнан, пока не поймает Аватара. Вся эта история впечатляет своей трагической ноткой. Зука весь сезон был груб с командой, особенно с бедным бакенбардистом. Но Айра сейчас говорит им, это новобранцы, которые должны быть жертвами. Так принц Зуко спасает их, но потерял все. Командир Джао узнает, что Зука был синим духом, и устраивает ловушку. Бу! Взорвался Зуко. Теперь о Анге. Он спасает друзей, и они в конце концов доходят до северного племени воды. Аватар с ними. Но Анг открывает, что еще не научился магии воды. Предлагают научить его сейчас. Но Анг отказывается. Катара хочет тренироваться у мастера. Тренироваться самой не лучший вариант. Она изучает технику магии воды для исцеления. А говорит, круто, теперь научи меня биться. В северном племени воды женщинам это не разрешено. Катара не согласна. Она вызывает мастера на дуэль, и, возможно, Катара становится настоящей бойцов. Мастер в конце выигрывает, но это не похоже на победу. Ведь Катара показала, что девушки тоже могут. Сока занимался очарованием принцессы Юэ, и оказалось, что Сока — рисбендер. И они сразу целуются. Народ огня уже близко. Джао управляет огромной армадой. Итак, корабли народа огня начинают атаку, и битва за север начинается. Атака началась. Но у Джао в запасе есть заяц, ведь принц Зука выжил. Зука проникает, но его ждет Катария, удивительная волшебница воды, которая теперь присваивает себе звание мастера. Фронтальная атака складывается плохо, но у адмирала Джао есть свои козыри. Это новый прототип военного шара, разработанный механиком и сокой. Ведь в полнолуние магия воды становится сильнее, поэтому атаковать было не самой лучшей идеей. Но это отличная ночь для атаки, ведь только раз в году духи Луны и Океана принимают физическую форму, и их нельзя убить духовным ножом. Адмирал Джао вынашивает безумный план. Он собирается убить Луну. Он проникает в оазис духов, схватывает рыбу Кои с духом Луны, но дядя Айро предупреждает. Прекрати, ты зашел слишком далеко. С духовным миром не стоит играться. Наконец, дядя Айро меняет сторону, но уже поздно. Джао убивает рыбу, и Луна исчезает. Без Луны вода теряет магию, и бой становится тяжелым. Но теперь Аанг общается с духом Океана, другом духа Луны. Аанг не контролирует состояние Аватара, но может использовать силу духа Океана. И он превращается в гигантского водяного монстра, быстро меняя исход боя против мага в огня. Зука отследил Джао, но Джао побеждает его, зная нечто очевидное всем, кроме Зука. Поиск Аватара был напросной погоней. Отцу Зука не хочется снимать из него изгнание. Жизнь Зука — это стимул для настоящей наследницы, Азулы. Итак, Зука разорен, но его убивает дядя Айро. Аанг неустанно бушует, создает приливную волну и уничтожает остатки флота. Но без духа Луны, способного успокоить океан, сам Аанг теряется навсегда. Однако есть способ спасти Луну. Юэ, благословленная в детстве лунным духом, может пожертвовать себя, чтобы вернуть его. Так что в целом день спасен. Северное племя воды уничтожено, однако могло быть хуже. Зука теряет смысл жизни. Он просто решает немного отдохнуть. Аанг продолжает борьбу против народа огня, стремясь спасти мир. В следующем сезоне он должен научиться управлять другими элементами. Однако повелитель огня Азай не особо волнует новости со Северного полюса. Ибо его дочь Азула добилась победы в более значимом сражении, она завоевала Амашу. И свершается больше доброй вести. Столетняя камета, дающая мощь огненным магам, вновь приближается. Вот где находит свое завершение первый сезон Аватара Легенда об Аанге. Если вам...